коллеги всем здрасте сегодня будем делать проект только факты на этот раз речь зайдет про rss канал я думаю что у староверы помнит что это такое что это на самом деле очень удобный способ чтения новостной подписки и не бывает разные начинают анекдотов и заканчивая фактами в том числе какими-то новостными лентами в общем сегодня хочу попробовать новый формат создание видео я думаю что он вам понравится и прошу вас подписаться в комментариях ну и на закуску очередной факт знаете ли вы что египтяне сбривали брови в знак траура когда теряли любимую кошку друзья перед тем как начать давайте наведем небольшой порядок смотрите у нас в сайте конкурс сайт контроллер то есть контроллере сайта есть метод который называется rss я его отсюда удалю потому что rss связано непосредственно с фактами то есть мне нужно чтобы он был фактах но более того мне вьюшка не потребуется потому что я буду генерировать стринговый контент поэтому я вот здесь вот потом добавлю ну в своей очереди тот самый метод но и перед тем как начать я обычно делаю некоторые инфраструктурные изменения в проекте мне сейчас потребуется сервис который называется так но для начала не нужна папка сервис из если она конечно сейчас прошу прощения вы проверите мне и нету поэтому ее создан сервис из и сразу же создан ай факт и давайте с большой буквой факт сервис который собственно будет выдавать мне наружу 20 последних фактов в обратном порядке отсортированных чтобы в подписке в рсс они как раз показались таком в такой сортировке ну в общем то для чего это можно конечно это все строить в рсс но я думаю что в этом смысла особого нет когда мы будем генерировать рсс ный контент канал то есть рсс ный фид можно будет сделать получение любого сервиса в общем на любую я не буду в устроить сделаю отдельный возможно 20 последних мне потребуется для какого-то дополнительного контрола в общем я опять же надумываю ситуацию но тем не менее я сделаю отдельный в общем-то факт сервис который будет иметь вот такой вот метод который называется get last 20 но и в общем для его генерации то есть для его реализации я создам вот такой вот класс который вы имплементирует и чтобы было понятно вот здесь у меня дополнительные штуки нужны в общем вот таким вот образом я буду получать из базы фактов получать все в режиме чтения то есть труб означает что он у меня дизайбл трекинг я не отслеживаю изменения include текст говорит о том что я буду подключать еще и теги будут как-то обрабатывать order by descending как вы видите говорит о том что я буду их в обратном порядке относительно даты создания беру только собственно говоря 20 и выдаю их как enumerable потому что вот здесь вот тоже enumerable далее так как у меня уже как бы получается сервис есть мне нужно сделать в общем там так называемый request и для этого я сделаю таким образом у меня уже фактах есть query я сюда добавлю факт rss cs почему я так делаю потому что у меня здесь дальше будет дописка я буду в этом файле создавать два в общем-то класса который будет один request в общем-то вы видите из чего он состоит и упс не то это мне должен быть здесь рекорд так вот вот то есть это request для медиатора в общем то я думаю что тут ничего объяснять не нужно он имеет пустой класс должен возвращать строку и это у меня будет генерироваться ну и перед тем как делать то есть request handler я бы хотел показать вот такой вот класс который по большому счету будет генерировать контент то есть есть обыкновенный string writer так ну давайте наверное этот класс я вынесу давайте control r о я его вынесу наружу потому что по большому счету он мне здесь не нужен я вынесу факты потому что он только там пока будет использоваться вот он этот класс ну и для чего он нужен он принимает в конструктор encoding то есть тип инкодирования то есть декодирование да и пишет обыкновенный string writer в общем я уверяю вас это нужно чтобы ваши русские буквы были в рсс подписки красивого формата ну и раз у меня уже есть вот эта штука string writer мы будем использовать потом но для начала я сделаю такой вот request handler который будет перехватывать собственно вот этот request и здесь мы сейчас его начнем наполнять нужной информацией но перед тем как это сделать я пока не забыл я постоянно забывает давайте я вот этот вот ай факт сервис его реализации ну во первых мы видим здесь порядок вот я его зарегистрирую в dependency контейнер я вот таким вот образом напишу dependency вот он у меня строчка где начинается все dependency нажимаю control c здесь у меня факт с ой факт сервис в единственном числе да хочу и здесь соответственно тоже будет так вот факт сервис в общем теперь зарегистрируем теперь я спокоен поехали собственно говоря дальше так это можно закрывать давайте переключимся так давайте сразу установим сборку которая нам потребуется для генерации syndication фид это у нас вот здесь вот нынешком packages и сюда поставим microsoft ой microsoft syndication feed так него нет конечно же я не там поставил закладку read writer вот эта штука нам потребуется достаточно хорошо работает в общем то есть dotnet core сейчас она установится в общем рекомендую мне понравилось такс и теперь у нас в общем то пакет уже установлен теперь давайте по порядку переключимся сюда ну во первых я создам конструктор конечно же не здесь а вот здесь rss handler и как раз сюда мы заинджектим этот сервис который создали ранее дальше мне нужно что сделать мне нужно создать этот самый string writer который в общем то и будет заниматься записью в поток в строку до в стрим так называемых строку да правильно сказать строку тех данных которые в общем то буду поступать из этого факт сервиса далее мне нужно создать xml writer который будет использовать этот специальный в райтер с энкодингом utf 8 и дальше мы будем создавать new rss fit reader который берется как раз из нугит пакета если вот видите syndication fit ну то есть получается что мы начали сюда писать создали в райтер который сейчас будем наполнять данными первым делом что я сделаю это в общем то создам первоначальную информацию о фиде то есть что это такое как он называется 2.0 syndication link который в общем то говорит о том куда пойти куда податься кому-то найти кому податься в общем как-то так дальше у нас есть ой давайте я лучше такую штуку возьму дальше обозначение person который будет говорить кто создал ну и здесь вот есть такая штука менеджмент гитар то есть кто этот этот fit создал дальше подставляю время это на самом деле важно потому что от этого времени будут все rss агрегаторы рассчитывать время обновления ленты ну и дальше мне нужно вот какую-то штуку сделать которая переберет все мои факты которые получаются из факт сервиса вот почему они здесь и теперь будем дальше в общем формировать этот syndication link fit так применим namespace и в общем что здесь происходит здесь мы из каждого поста создаем syndication item наполняем его значениями title смотрите как я сделал title у меня есть теги и они будут случайным образом выбираться факт на тему какого-то тега ну в общем я такой вариант придумал потому что тайтлов у меня нету сущности пост ой факт и поэтому таким образом description будет содержать полное содержание самого факта и соответственно publish it это created но и здесь у меня если будет updated или created в этой сущности то будет выбираться последние значения дальше дальше мне нужно добавить link ну то есть пачку ссылок да то есть как куда этот айтем вот этот вот rss fit syndication item должен ввести должен ввести она конечно же на ссылку пост и в общем айди здесь обыкновенная ссылка генерируется да дальше я буду создавать теги смотрите у айтема у syndication item и есть категория и я их буду все добавлять то есть как теги то есть так будет значением для категории я здесь их все перебираю и закидывал как раз вот эта категория следующее что нужно сделать нужно добавить contributor по большому счету это тот кто ну в общем это я да вот то есть я напоминаю что вот эти вот свойства они как бы не обязательно но если вы хотите что bass fit был валиден и его везде можно было как бы пропустить то есть чтобы он работал на всех агрегаторах лучше соблюдать эту в общем-то терминологию ну и дальше я в аврайтер тот который был создан ранее закидываю этот айтем через forage и следующее что я делаю это добавляю тег который завершает канал то есть вот где-то здесь он наверху когда ему создали он открыт был дальше мы его закрываем ну в общем это нужно и в общем закрываем rss fit высвобождаем xml в райтер и далее что мы делаем далее делаем вот такую штуку которая в общем-то должна вернуть эту строку то есть потому что у нас вот этот короче как он называет его спаде хендлер должен возвращать строку ну и вот она как раз это делает но это делать мы должны чуть ниже это вот здесь должно быть ну и далее в общем-то что мне остается мне нужно в контроллере прописать это все и я давайте сделаю таким образом ну во первых у меня fit как бы уже то есть хендлер для медиатора завершён я могу закрыть но и тем не менее мне нужно его где-то за использовать и вот он у меня есть факт ну давайте я сделаю переименование файла будет get rss вот таким вот образом потому что файл мне по-другому все равно используются классы внутри ну и здесь мне нужно сделать теперь что-то типа паблик ну пусть будет так мне здесь тоже будет медиатор но по большому счету я могу этот штук скопировать и давайте я его сюда вставлю ну единственное что здесь должно быть rss и здесь у меня будет контент потому что контент потому что я буду возвращать строку в общем-то мне больше ничего не нужно менять кроме того что вы здесь написать rss в общем теоретически это все должно залететь давайте проверим что это действительно взлетело ну и в общем на этом в принципе разработка рсс закончена так где-то в самом низу у нас рсс канал и как вы видите у нас тут много текста непонятные хрени в общем теперь прошло время проверить эту штуку я это делал вот так вот так rss вали да тор ну вот например в 3 орг вот так вот я control a control c копирую перехожу на страничку здесь можно проверить конкретно сгенерированный текст и я нажимаю чек и смотрим результаты смотрите ссоре у нас тут что-то не получилось можно посмотреть даже почему то есть у нас channel начинается и и видимо не заканчивается и так рсс verification анкноун свит из not валидейт потому что у нас линк на атом нет это неправильно так может быть они правильно скопировал давайте еще раз проверим на control control c control в еще разочек нет шутки все таки не работает и вот где а ну видимо я генерацию вынес да это как бы называется фигня давайте вернемся назад и в общем то нужно его поправить и в 12 вот здесь у нас есть вот эта штука должна закрывать я в общем неправильно сделал сейчас я должно правильно и давайте поэтому запустим еще разочек так не надо нам блокировать консоль это можно закрыть это у нас может закрыться обновим рсс control a control c здесь опять вставим и нажмем валидейт ну и как вы видите все получилось у меня есть такая штука которая говорит о том что у меня рсс валидный в общем то то что и требовалось я не буду делать на там link потому что в общем это суть уже неважно там нюансы спецификации почитаете и в общем то и будет не проблема сделать ну в общем наверно на этом все а хотя нет смотрите самое интересное то что то есть у меня есть ссылка которая вот например факт факт рсс другое дело что вы можете в любой момент написать там какой-нибудь рсс 1 или рсс 2 или . ру или . н ну то есть вы можете изменить эту ссылку я предполагаю что это в принципе изменит вообще структуру вашего сайта или еще какая-нибудь фигня изменится в общем я рекомендую вам использовать фидбурнер который в общем то является агрегатором это от гугла штучка на самом деле я давно ее пользуюсь ну и вот вы видите у меня здесь есть уже только факты мои те самые и как вы видите у меня подписчиков аж три штуки в общем что это дает у меня прям есть в описании вот то есть уже описание как бы в этой ссылке есть я ее просто сюда поменяю на новую и в общем у меня ссылка на рсс не изменится то есть все подписчики как получали так и будут получать рсс ну то есть такого своего рода прокладка до между инфраструктуры структуры ваших контроллеров и в общем-то конечным пользователям я обычно используют бурнер он удобный в общем есть и статистика и дает красивые картинки например вот на колобон ганет ну вот в данном варианте вот вот такой вот штук показывается ну и на самом деле вы конечно можете найти другой какой-нибудь агрегатор то есть вот показывается у меня на русском 13 подписчиков вот и в общем то ссылка может быть на сайте любая а подписчики всегда будут получать ссылку на фитбурнер вот я сейчас покажу вот есть ли давайте вот так вот приближу вот то вот здесь вот видно что у меня подписка идет как раз вот вот на этот адрес и в общем это множество проблем снимает ну тогда наверно на этом все я как обычно все публикую вам спасибо что смотрите и комментируете и всего доброго и пишите правильный код а а а а а Продолжение следует...